на канале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас сложный вопрос реально сложный на который довольно трудно будет ответить у меня есть дочь от первого брака спрашивает женщина муж засматривается на нее что делать вообще есть такой феномен что обычно родной отец на своих дочерей не заглядывается он в принципе не может если это нормальный мужчина не какой-то извращенец он не воспринимает свои собственных дочек как женщину на которую он может смотреть с вожделением и специалисты даже побыв например в семье недолгое время там 5-10 минут может быть чуть дольше легко определят родной это отец для девушки или это очень причем это вовсе не значит что родной отец прямо вот заглядывается или каким-то там сальным взглядом смотрит на свою падчерицу здесь не до конца понятно из вопроса что значит засматривается но это неизбежный феномен что не свою родную дочку отчим в подавляющем большинстве случаев исключение конечно есть особенно ситуации когда эта дочка была эта падчерица была удочерена или не удочерена просто если этот второй брак состоялся когда девочка была еще совсем младенцем вот исключение конечно есть и это тоже совершенно нормально больше того и не хочу ничего плохого сказать ни о каких отчимах да простят они меня если то что я сейчас говорю или скажу дальше может показаться им каким-то обвинением или оскорблением вовсе нет вот но не своя родная дочка оказывается в ряду всех остальных девочек девушек и женщин и здесь конечно очень большую роль играет то как что за человек вообще этот мужчина что за человек в данном случае вот муж этой женщины который женился на ней взяв ее в жены вместе с ее дочерью вот если это ответственный и серьезный православный мужчина или по крайней мере просто понимающий греховность этого поступка этого взгляда то он конечно будет с этим бороться и опять таки подчеркиваю здесь вопрос здесь употреблено такое слово засматривается на мою дочь вот подавляющее большинство мужчин если не все если мы употребляем слово засматриваться в облегченном варианте смотрят на женщин противоположного пола просто вот конкретно на улице в метро в магазине мы фиксируем мы мужчины фиксируем только если мы не находимся в состоянии острой фазы влюбленности в свою там невесту или жену мы фиксируем других женщин и отмечаем про себя их красоту это зашито в нас буквально на нашем животном уровне мы видим привлекательных особей противоположного пола и про себя фиксируем их красоту или привлекательность на уровне помыслов избежать этого не может практически ни один мужчина другой вопрос что мы будем с этим делать кто-то я сейчас специальную немножко в сторону в виду будет сидеть летом на лавочке в парке и специально ожидать полуобнаженных девушек для того чтобы фиксировать для себя и разжигаться и красотой кто-то и вовсе пойдет на какой-нибудь эротический или параграфический сайт для того чтобы в полной мере возбудиться от созерцания прелестей противоположного пола вот а кто-то будет с этим бороться кто-то будет отводить глаза кто-то будет читать иисусу молитву кто-то будет пытаться думать о другом кто-то осознавая и обычно православные люди именно так себя ведут что это для него искушение будет стараться с этим искушением бороться по тем правилам которые сейчас не могу подробно рассказывать поскольку вопрос не об этом как бороться с богатыми грехами теперь что происходит семье если ваша дочь уже достаточно взрослая привлекательная с женской точки зрения ваш муж а ее соответственно очень так или иначе будет воспринимать ее как еще одну симпатичную молодую девушку которая постоянно находится перед его взором поэтому собственно нужно избегать тех ситуаций когда будет на что заглядываться нужно во первых посоветовать вашей дочери максимально избегать каких-то соблазнительных нарядов соблазнительного поведения мы понимаем что там девочка если она спокойно себя чувствует такой безопасности может ходить по дому в не слишком строгом костюме в короткой какой-нибудь рубашечке или там с декольте или еще что вот этого ситуации когда дома есть другие мужчины то есть она должна внешне вести себя вот в одежде в манере поведения в присутствии своего отчима так как она вела бы себя в присутствии другого незнакомого мужчины но если вот под словом засматривается это не просто ваши страхи это не просто вы случайно зафиксировали его взгляд в ее в сторону вашей дочери а если вы видите что он каким-то образом уже и действительно не возникает какое-то акцентуированное поведение в сторону вашей дочери то нужно избегать возможных ситуаций где это может к чему-то привести то есть а если есть и прямая опасность того что он и к делу какому-то перейдет вот то мне кажется здесь надо перейти к более радикальным средствам и я не 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 дам сейчас вот имея ввиду это только общий вопрос конкретный совет но разлучив их таким образом что либо значит вплоть до либо вашего развода либо до того чтобы ваша дочка если она уже достаточно взрослая может быть уже покинула вашу семью и не являлась для него таким источником соблазнов начала жить может быть какой-то другой семьи но это очень тонкий вопрос где никакие прямые простые решения не являются эффективными надо подробно разбираться какие есть возможности у вашей семьи что будет лучше в чем действительно выражается вот это слово которое вы употребили слово засматривается вот если там есть реальная опасность то надо серьезно отнестись к этой ситуации внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео